И кстати, официально заявляю, что это видео подделка. Наверняка с помощью нейросети нарисовали. Да-да, как же, ни одна нейросеть так и нарисует, как вы играли бедным ёжиком в футбол. Папася, я понял, это не нейросеть. Это эти вонючки вместе с каменешкой актёров, похожих на нас, наили и сняли эту чудовищную подставу. Да, вот, смотрите, там кто-то похожий на меня кусает ёжика, целых два раза. А вы знаете, что будет, если укусить ёжика? Ну, конечно, он может сильно уколоть своими иголками. Вот именно, а у меня нет ни одного следа от ёжика. Я королевский коргик, от корги все в восторге. Я стану даже круче, чем публик и бандит. Я королевский коргик, от корги все в восторге. Я супер медокоржик, я буду знаменит. Всем привет, коржата! Меня зовут Великий корг 3, и я самый крутой корги на ютубе. Вернее, я пытаюсь таким стать. Если вы немедленно не подпишетесь на мой канал и не поставите лайк, то вам капец. Со мной в квартире живут два грозных волка, бандит и бублик. И они, если чё, за меня впишутся. Друзья, зовут меня Коржик. Если ты напишешь в комментах, что будешь со мной дружить, то тогда можешь назвать меня Коржиком. Коржата, на этой неделе мы поздравляем моего брателла Великого Принца Киксиандра 14 с отметкой 300 тысяч подписчиков на его канале. Вчера его высочество выпустил офигительный трек и клип. Сразу скажу, что ему никто из нас не помогал ни с музыкой, ни с текстом. Так что вполне уверенно, можно сказать, что Киксиандр талантище. Но как по-другому? Он же королевский Корги. Вот, зацените кусочек его клипа, если не видели. Мопсики и мальтипушки, пикинессы и таксушки, лабрадорий и хибалонки. Нравятся мне все девчонки. Ужас я в ночи летящий, грозный Корги говорящий. А для цыпочек я приз. Чёрный, чёрный, чёрный лис. Чёрный, чёрный Кекс. Лиса нищей ночи. Ужас, кто за бест. Мчусь на крыльях ночи. Чёрный, чёрный Кекс. Лиса нищей ночи. Ужас, кто за бест. Мчусь на крыльях ночи. Чёрный, чёрный Кекс. Еще не видели клип кексов полностью? Тогда после просмотра моего ролика срочно бегите к нему на канал и ставьте ему как можно больше лайков. Ну а сегодня я вам расскажу о том, как Бублик и Бандит чуть не съели ежика и играли им в футбол. Да что ж ты врешь, волосатая сосиска! Ничего, что ты записываешь эту брехню, а мы тут рядом сидим. Это попьющееся негодяйство! Мы любим ежиков! Зачем ты обманываешь своих подписчиков? Я обманываю? Кекс, смотри, эти волчары в глухой отказ пошли. Невероятно! Дворняшки, вам что, стало стыдно за то, что вы так обращались с ежиком? Это подлая брехня! Мы нормально обращались с ежиком, вернее, мы вообще никакого ежа не видели. Да, не было никакого ежа. Хе-хе-хе-хе, вот вы испарились, бандит проговорился. Мы сейчас позвоним в полицию и вас будут судить за жестокое обращение с ежами. Вы все влете и ничего не докажете. Мы скажем полиции, что вы все осочинили. И вообще там было темно и там не было ни одной камеры. Вот вы косвенно и признались, что обьюзили бедного маленького ежика. Нет вам прощения и вас ждет ужасное наказание. Слушай, хвостатая сарделька, вот что это за слова буржуйские употребляешь? Обьюзили, хренузили, ежи нормальное русское слово, издевались. Но вообще-то мы этого не делали. Да, потому что не было никакого ежика. Бублик, а ведь ты его больше всех валял по земле, как тебе не стыдно. Кстати, а ты знал, если много врать, то можно никогда не вылечиться от простывшего голоса, как у тебя. Вот и еще одно доказательство о том, что это вы врете, а не мы. У тебя, Бублик, уже вторую неделю голос простывший, а ты всего-то съел три мороженого подряд. Папася, а что такое, правда может быть, и если я буду врать, то у меня голос навсегда таким останется. Рыжая сопля, ну кого ты слушаешь, они же тебя разводят. Просто меньше мороженого жри, вот и все. Даже если они сейчас полицию вызовут, нам ничего не будет. У них нет никаких доказательств. Ах, значит никаких доказательств. А вот, посмотрите-ка этот видос. И че, и где там ежик? Там Бублик и Коржик ночью ходят возле школы, еще вокруг все зеленого цвета. А еще непонятно, когда это снято, и там нет никакого ежика, так что это все фигня, а не доказательства. Вот вы тупые, конечно, это снято именно тем вечером, а еще бы вид сам указал на главный момент этого видоса. Посмотрите еще раз. Ну и че, нет там ежика, там я, моя тень, лопаухий гномик, только все зеленое какое-то. Зеленое? Да неужели, а что у нас бывает зеленого цвета? Ну как что, во-первых, какашки, когда мы пожрем травы, и во-вторых, камнеешка. Ой нет, вы что хотите сказать, что это видео снял камнеешка? Блин, Коржик, они догадались быстрее, чем мы думали. Да, сразу на камнеешку вышли, а мы думали, что сначала вы подумаете, что в зеленом свете снимает прибор ночного видения. А потом вы бы стали гадать, у кого из нас был такой прибор. А потом вы поняли, что нас с него точно быть не могло, и вспомнили бы про камнеешку. Сынолик-крохотурик, походу наши ушастые фрикадельки уже совсем ку-ку. Ага, какие-то непонятные умозаключения. Пофиг, что там снял камнеешка, главное, что там нет никакого ежика, так что нет у вас пруфов. Ой, прости, папася, доказательств. Ага, я такое представляю. Вызывают лопаухие гномики полицию, обвиняют нас в том, что мы издевались над ежиком, и показывают им этот видос. А потом полиция их самих забирает и увозит в коржачью психушку. А кто вам сказал, зверняшки, что это все видео, которое снял камнеешка? У нас есть еще один файлик, показать? Брателла, конечно, покажи, а то они совсем обнагрели от своей безнаказанности. Ой, только вот не надо нас на пушку брать, нет у вас больше никакого файла. Ну вы сами напросились, включаю. Ой, что, ой, узнаешь себя, Бублик, как ты сначала пытался под ежика подкоп сделать, а потом еще и футбол с ним стал играть. А, это не я, это какой-то хаски, который на меня похож. Да что ты, вот видишь, я к тебе подбегал и просил отстать от бедного ежика. Это видео фейк, потому что там нет звука и все зеленое, так что идентифицировать Бублика тут нельзя. Так, к сожалению, камнеешка прислал нам эти файлы без звука. Вот, я опять там на тебя ругаюсь. А вот это я к тебе подбежал, Бублик, и просил отстать от бедного ежика. Как вы могли сотрудничать с камнеешкой до предательства? И, кстати, официально заявляю, что это видео подделка. Наверняка с помощью нейросети нарисовали. Да-да, как же, ни одна нейросеть так и нарисует, как вы играли бедным ежикам в футбол. Папася, я понял, это не нейросеть. Это эти вонючки вместе с камнеешкой актеров, похожих на нас, наили и сняли эту чудовищную подставу. Да, вот, смотрите, там кто-то похожий на меня кусает ежика, целых два раза. А вы знаете, что будет, если укусить ежика? Ну, конечно, он может сильно уколоть своими иголками. Вот именно, а у меня нет ни одного следа от ежика. А ты пасть открой широко и покажи нам всем, бандит. Ты что, хосячий стоматолог? Не собирался я вам свою пасть показывать? Кошмар, как так можно? Мы вас просили не обижать ежика, а вы орали нас, чтобы мы вам не мешали. А еще и обзывали и нас, и бедненького ежика плохими словами. Ну так что, теперь под неопровержимым грузом доказательств признаете свою вину? Бублик, кажется, эти вонючки вместе с камнеешкой зажали нас в угол. Ну как вы могли? Вы реально нас предали. Нас теперь посадят в тюрьму за плохое обращение с ежиками. Что же от вас потребовал камнеешка за это видео? Да сущий пустяк, чтобы мы больше его не трогали. И мы согласились, так что сейчас поедет полиция и вас будут судить. Ну а нам достанется эта квартира, и теперь мы тут главные. Да, корги правят миром, потому что мы самые коварные и опасные. Коржунтель, коржик, коржик, ё-моё. Что тебе надо, волосатая фрикаделька? А щенков где находят? В капусте. А как тогда в капусте появляются коржики, кексы и бублики? Мы разве не должны были появиться в пекарне? Капец. Коржик, братец, брателла. Что? А почему бублика назвали бубликом? Хм, бандит мне рассказывал, что в нем дырка была. А куда сейчас делать? Не знаю. Капец. Кекс, ну кексатина. Чего тебе? Я песню сочинил, послушай. Ну давай. О, я коржик, тот самый лис. Да, я коржик, коржик, капец. Капец. Кекс, кекс. Ну чего? Я коварный. Да. Спасибо. А я ужас летящий на крыльях ночи. Да. Спасибо. Коржик, новолосатая сосиска. Чего тебе? А что такое гримас шейк? Ну это страшный напиток, кто его выпьет, тот погибнет. О нет, я выпил этот напиток, мне капец. Брат. Что тебе? Почему мы называем младшего человека? У него же есть имя. Ну у нас такие традиции. Капец. Волосатый сосик. Нет. Да. Я тебя сем. Не надо. Надо. Капец. Коржатина. Ну чего? Мне лень говорить. А зачем ты меня спрашивал? Просто так. Капец. Коржик, коржатина, великий корг третий. Что тебе? Отдай свою порцию корма Сириус. Ты офигел, волосатая сарделька? Тебе капец. А, спасите, помогите, меня волосатая сосиска нападает. Беги, саделька. Аааа. Ча-ча-ча. 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 Субтитры сделал DimaTorzok